Этот диск будет содержать в себе информацию по работе с панической атакой и агорафобией, и всю методологию, и теоретическую базу. Здесь не будет никаких книг, никаких текстов. Я вам все расскажу и нарисую, и распишу. Единственное, что вам нужно будет сделать, это слушать, переслушивать и выполнять упражнения. Если вы это сделаете, вы увидите результат уже в течение первых двух-трех недель. Давайте сейчас в целом подведем итог. Давайте пройдемся по жалобам, с которыми вы ко мне обратились. Наверняка вы в себе их найдете, чтобы знать, что мы с вами говорим на одном. Давайте сейчас разберемся более тонко и более детально, почему это возникает и для чего. Потому что это знание даст вам понимание и, соответственно, облегчение. Давайте я еще раз вам скажу очень важную штуку, что в когнитивно-поведенческой терапии панического расстройства и агорафобии есть два очень важных этапа. Первое – это научение. Второе – это отработка. Без блока научения, который я сегодня вам продемонстрирую, вы не сможете приступить к отработке. Почему? Потому что вы не будете понимать, что вы отрабатываете. Поэтому, чтобы понимать, что вы отрабатываете, вам нужно сначала этому научиться. Итак, мы приступаем к изучению работы вегетативной нервной системы. Что есть ваша личность, которая формирует ваши особые ценности, стратегии жизненные. Думать, вести себя определенным образом, достичь успехов определенных или достичь отношений определенного или уровня. Есть ваши ситуации. Вы вот это не видите и столкновений не видите. То есть, вот это не осознается. Вот это не осознается. Осознаются только ваши вегетативные симптомы. Итак, принцип смещения доминанта. Еще их называют защитные психологические механизмы. Ребята, эта информация очень важна. Я сейчас быстренько нарисую, чтобы вы держали мысль в голове. Помните вот эти наши ветки вегетативные. Помните вот этот конфликт. Помним, да? То есть, я вот так сейчас нарисую, чтобы это просто было в памяти. Что есть внутреннее напряжение, внутренний конфликт, он не осознается между потребностью личности и ситуациями, которые вызывают вегетативное напряжение. Когда вот это не осознается, вот тут возникают у вас неврозы. Когда такой конфликт осознается, ну, это экзамен, а я хочу его сдать. У меня тоже есть вегетативное напряжение, но оно нормально. Помните, почему Зигмунд Фройд сказал, что инсайт или осознание достаточно важно? Потому что Зигмунд имел в виду, что осознание этого конфликта снимает защитные реакции. Сейчас объясню, какие. Потому что, когда вы уже начинаете это осознавать, вы понимаете природу ваших симптомов вегетативных, понимаете, что в них нет ничего страшного, просто у меня есть такое внутреннее противоречие. Главное это найти. Итак, какие же есть защитные доминанты? Я нарисую вам головной мозг, нарисую его очень схематично. Смотрите, что происходит. Берем наш внутренний конфликт, который не осознается между личностью и ситуацией. Поскольку этот конфликт не сформировался вчера и сегодня, он сформировался достаточно долгое время, практически хронифицировался, в определенной зоне головного мозга возникает постоянное внутреннее напряжение. Вы думаете о том, бессознательно, как вот это решить, нету решения, не получается, вот это, вы это не знаете даже. Это и есть внутренние, вытесненные, детерминированные, как мы говорим, процессы. Вы этого не видите, но мозг это видит. И эта зона переутомилась, потому что вы не можете его решить, потому что вы его не видите. И что происходит? У обычного человека происходит примерно следующее. Сначала, когда этот внутренний конфликт сформировался, идет команда вегетативной нервной системе. Вегетативной системе. Вегетативная система начинает просто напрягаться. Она напрягается на 100%, как бы интерпретируя вот этот конфликт, что на экзамене и так далее. Вот вы чувствуете ваши симптомы. Вот ваши симптомы и появились. То есть вегетативные пока что только, ребята, тахикардия, ком в горле и так далее. Но когда уже конфликт долго актуализирован, и вегетативные симптомы, как указатель, не помогают избавиться от этого, ну как бы вы избавились от вегетативных симптомов, когда бы вы осознавали, что у меня вегетативные симптомы от экзамена? Вы бы сдали экзамен, ушли бы, у вас бы все закончилось. А тут вы это не осознаете, поэтому избавиться от этого невозможно. Поэтому вы год, два, три, четыре, пять и болеете, в кавычках. И не можете вылечиться, потому что лечить нечего. Надо просто понять, в чем косяк, в чем, что не осознается. Поскольку вы это не можете, естественно, вылечить, потому что не осознается конфликт. С экзаменом вы бы могли уйти, а тут не понимаете, от чего. Возникает защитный механизм, называется принцип смещения доминанта. Мозгу необходимо переключиться с вот этого процесса, который как бы должен это выключить, на что-то другое. И он переключается на самое главное. Что самое главное для человека? Жизнь. Согласитесь. Для многих. И он не может просто так вот, знаете, вот он на диване лежит, пальцем носу ковырять, думает, да дай-ка я буду бояться умереть вообще. Он так не может. Ему надо быть, подкрепить свои предположения. Он обращается сначала сюда, говорит, ага, у тебя же вегетативно плохо, и ты это не осознаешь. Значит, есть повод для смерти. И вот тут как раз и возникают ваши защитные механизмы. То есть вы переключаетесь на свое здоровье, на свой страх умереть, на страх задохнуться. Не потому что это объективно, потому что объективно это от экзамена, от собеседования, на самом деле, вегетативно. Да, ничем не отличается. Вы переключаетесь, во-первых, потому что вы это не знаете, а во-вторых, потому что есть команда мозга вас переключить, потому что зона мозга эта переутомлена. Пока вы бегаете по врачам, начинаете изучать свое сердце, прямую кишку, делаете колоноскопию по 25 раз, делаете всевозможные исследования, получаете от этого массу в кавычках удовольствия, на самом деле зона мозга, которая была задействована внутренним конфликтом, она как бы вытесняет в сторону, и на первую доминирующую сторону возникает мысль о здоровье, или об инфаркте, или о потере сознания. И вот так возникает навязчивая мысль, как мы говорим, обсессия о вашем здоровье. Тем самым подкрепляет эту мысль, что вегетативное напряжение, «ну мне же вегетативно плохо, поэтому я могу умереть, мне же вегетативно». То есть и тут возникает замкнутый круг. Вегетативный симптом есть, потому что есть внутренний конфликт, мозг пытается столкнуть вас на какое-то осознание, но без психотерапевтической помощи вы это не найдете. Поэтому он делает вегетативное вам напряжение, поскольку конфликт есть, это естественно, и пытается вам подсказать, зайка, давай решай, а вы вегетативные симптомы ввиду вашего незнания трактуете как страшно, тем самым усиливая защиту. Это понятно? Замечательно. А теперь давайте разберем, какие бывают защиты. Я бы хотел вернуться на 5 минут к термину вегетососудистой дистонии. Вот мы сейчас говорили о том, что есть внутренний конфликт, что есть напряжение осознанно, неосознанно, вегетативно. Мы попозже поговорим еще о личности, когда будем говорить о когнитивной терапии в практике. Но вы мне говорите сейчас, допустим, Алексей, что же такое ВСД? Я вас очень прошу, забудьте термин ВСД. ВСД – это не что иное, как обычное физиологическое вегетативное напряжение, которое вы принимали как болезнь, приходили ко врачу, врач говорил, у вас ничего нет органического, но есть вегетативное. Так и родился в нашей стране термин вегетососудистой дистонии. Больше жалуетесь на сердечко – значит по кардиотипу. Больше смешанное – значит общее. Больше на сторону головы – значит нейроциркуляторное, циркулярное. То есть вы должны понимать, что эти термины не несут в себе диагноза, они несут в себе просто то, что пришел пациент, обратился на самом деле с вегетативным напряжением, которое он не знал. Ну что же, давайте приступим к подниманию и изучению самого панического приступа, который вы так сильно боитесь – на улице, в метро, в автобусе, на даче, в очередях, в закрытых пространствах. Из предыдущего блока вы уже поняли, что с вами происходит обычно вегетативное напряжение. Но вы наверняка говорите, что у меня на экзамене и у меня в каком-то конфликте не было так сильно. Давайте посмотрим, почему. Итак, схема панической атаки. Паническая атака, как вы уже поняли, ничем не отличается вегетативно от страха. Смотри, что происходит. Вы изначально испытываете вегетативное напряжение. Когда вы выходите на улицу или когда вы сидели на работе или еще где-то. Если бы это было обусловлено экзаменом, вы бы это понимали. Но у вас ничего нет. У вас просто есть вегетативное напряжение, которое вы пока еще не осознаете. Почему? Сейчас отвечу на вопрос, почему. Давайте сразу отвечу. Потому что первоначальное вегетативное напряжение у вас есть в результате чего, вы уже помните, неосознанного внутреннего противоречия. Мы должны понимать дальше, что работа наша строится из трех основных блоков. Это работа с мыслями, это работа с физиологией и работа с поведением. Вот этим самым мы и займемся. Первый результат, который вы должны достичь, это научиться не бояться вегетативных симптомов. Это первое. Не бояться вегетативного напряжения. Второе. Не бояться работы адреналина и понимать, откуда оно и что. Третье. Не избегать ситуаций, где возникают у вас панические атаки. Четвертое. Знать полностью цикл панической атаки, что это и почему. Научиться применять практические упражнения в работе с панической атакой и агорофобией.